всем привет и добро пожаловать обратно на мой канал сегодня у нас будет интересная прогулка по старо-невскому проспекту который начинается у площади восстания и заканчивается у александра невской лавры здесь есть что посмотреть и куда сходить давайте начнем вот с такого поворота и начинается старо-невский проспект конечно официально такого названия сейчас нет на карте но в повседневной речи между горожанами нередко можно услышать слово старо-невский данная часть невского проспекта менее оживленная нет толп туристов и автомобилей значительно меньше чем в другой части невского мне здесь очень нравится гулять недалеко от площади восстания на старо-невском проспекте находится мое любимое кафе венеция давайте зайдем как же я давно здесь не было раньше лет 10 назад здесь было только итальянское мороженое сладости и напитки и кстати зал был только один а сейчас есть уже и второй зал а пару лет назад в меню появились сэндвичи и горячие блюда паста супы и лазаньи мороженого тут как всегда большой выбор я но по-прежнему очень вкусно и это кафе кстати открыл итальянец франкс Коказады вместе со своей русской женой Еленой Кузнецовой. Коказады вместе со своей русской женой Еленой Кузнецовой. Здесь играет только итальянское радио, а стены расписаны вручную видами Венеции. И сразу появляется такая приятная ностальгия по Италии. Вкусная еда и великолепный кофе. Будете на Староневском, обязательно загляните сюда. А мы идем дальше по Староневскому проспекту. Перед вами элитный жилищный комплекс «Легрант», построенный в 2008 году. В нем 8 этажей, подземная парковка, а на первом этаже магазины с дорогими бутиками. Разумеется, квартиры здесь стоят очень дорого. Например, трехкомнатная квартира на пятом этаже стоит 58 миллионов рублей. А рядом с этим домом находится маленький, тихий и уютный тележный переулок, в котором расположено всего 4 дома. И один из них – отель 1880, который открылся два года назад и имеют уже отличные отзывы. А вот стоимость номера «Стандарт». Если мы пройдем весь переулок тележный, то окажемся на улице Конной. На этой улице, вот в таком небольшом дворе, открыли стену памяти погибшим и выжившим в годы Великой Отечественной войны. Создатель мемориала, житель этого дома – 72-летний Юрий Вульф. Он потратил около 1 миллиона своих собственных средств. Это электронная книга памяти. Здесь где-то 630 тысяч имен. А на этом экране – воспоминания жителей блокадного Ленинграда. А сама улица Конная довольно тихая и уютная. И идет параллельно Старо-Невскому проспекту. Создатель мемориала, житель этого дома. Ну а мы возвращаемся на Старо-Невский проспект. Кстати, Старо-Невский проспект с 2019 года активно превращают в территорию моды, с дорогими бутиками. Этот район планируют выделить в такой отдельный бренд премиум уровня с магазинами, ресторанами и инфраструктурой. И, как я заметила, за последние три года эта часть Невского проспекта существенно похорошела. Ну а мы с вами подошли к площади Александра Невского. Именно здесь заканчивается Старо-Невский проспект, да и в принципе сам Невский. В центре площади установлен памятник Александру Невскому. А позади такое большое здание – это торговый центр и довольно большой отель «Москва». Ну и, конечно, самая главная достопримечательность на этой площади – это Александра Невская лавра, действующий мужской монастырь. Он был основан по приказу Петра I в 1710 году. Переходим через небольшой мост и попадаем на его территорию. Вход на территорию комплекса, а также в собор и церковь бесплатный, за исключением отдельных музеев. Здесь и монастырские корпуса, главный собор, несколько церквей, небольшой сад и продуктовые лавки, где можно окупить хлеб и сыры, изготовленные монахами. Тут как будто свой отдельный мир. Также на территории существует несколько гостиниц для паломников и воскресная школа. Еще на территории лавры есть два небольших кафе. Это чайная «Паломник» и трапезная, ну или столовая. Расположены они справа сразу при входе. Предлагаю зайти на обед в трапезную. Сразу скажу, что здесь было очень вкусно и недорого. Я прям рекомендую. Я прощаюсь. Прощаюсь. Место, конечно, здесь прекрасное. Территория очень красивая, гулять одно удовольствие. Будете у метро Александра Невского, обязательно загляните сюда.